Так, ну что, всем добрый день, сейчас у нас без 15 часа, 29 января, в общем, по биткоину, как вы видите, пошел у нас рост. В принципе, ну, я как и предполагал, ну, не буду говорить, что я знал на 100%, я ожидал еще провала, может быть, в каком-то из вариантов. Ну, понимаете, сейчас на самом деле, вот это гадание абсолютно бесполезно, потому что действительно, биткоин в любом случае будет расти, и то, что опускали его на 30 тысяч, это была хорошая возможность докупиться, и я не знаю, будет он на этих значениях. Возможно, его опустят еще ниже, может, даже до 20-ки опустят специально, чтобы слабые руки скинули, но, опять же-таки, это лишь предположение. Ну, я сомневаюсь, конечно, что крупнику захочется дать мелким игрокам докупиться по 20 тысяч, ну, хотя, возможно, большая часть наоборот скинет биткоин, вместо того, чтобы его покупать по такой хорошей цене, но посмотрим. В общем, подрастали мы по биткоину до 38 тысяч, ну, сейчас в районе 36-200, и посмотрим. То есть, что будет дальше, в принципе, вот это поджатие вниз у нас было сломлено, и, соответственно, можно вот эту линию убирать. Будем ждать опять перебива сайка 2000. Если на 4-х часовике, и на часовике, ну, у нас был, кстати, сильный импульс, сходили мы тут на 4-600, то есть, если посмотреть в процентном соотношении, здесь мы сходили на 15, а то и почти 20%. Перебили, то есть, 2000, закрепились выше, но отката пока что нету, но это пока что. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать. Ну, давайте по остальным монеткам быстро пробежимся. По эферу. По эферу, вот, единственные монеты, которые можно хоть прямо сейчас закупать на долгосрок, понятное дело, не на всю котлету, потому что, если свозят цену вниз, что вы могли докупиться, если что. Вот, допустим, как в этом случае и так далее. Либо, если еще ниже вот этих уровней опустят. Но, опять же-таки, я этого знать наверняка не могу. Поэтому, ну, а там уже смотрите сами, как вам хочется. Если вам вообще без разницы, то есть, если вас не волнует, там, допустим, разница в 50, там, 30-40%, можете хоть сейчас закупаться. Но, конечно, я бы на всю котлету сейчас не заходил бы, в случае, если будут коррекции и какие-то дампы вниз еще. Поэтому, по эферу пока что выше не идем. Ну, пока 1440 мы не перебили, смысла говорить тут не о чем. По XRP, кстати, многие паниковали, что вот XRP там на дно пошел. В итоге его выкупили, тут было поглощение. И, соответственно, здесь на 31 копейку мы ходили. Видно, что цену опять загнали вниз к 28 копейкам. Но, в принципе, вниз он слишком не полетел. По эферу классику, как вы видите, закрепились мы выше 7.33. Здесь отката нету. Но, пока что опять находимся в канале между 8 и 7.33. 7.33 долларами. По йоте. По йоте чуть-чуть приподнялись. Ну, 45 копейек пока не перебили. Тоже ничего интересного. По йосу. По йосу. Ну, по йосу. Вообще такая монетка не особо X-овая, скажем так. Поэтому здесь пока что находимся в канале. Ничего особенного тоже. Дальше. Монеро. По Монеро. Выше 150 пока не закрепились. Но, видно, что нас откупили выше 130 и на 140 долларов мы уже достигли данной отметки. По BNB достигли уже отметки 403.5 долларов. Практически от 40 долларов отскочили. Дальше. По дэшу. По дэшу закрепились выше 105.104.8. И следующая здесь отметка получается 114 у нас ждем. В целом стоим в боковике. Дальше. По доту. По доту продолжаем здесь отстаиваться. Надо смотреть дальше. Пока ничего. По линку. По линку, как видите. Ну, кто продавал здесь на панике, конечно, была ошибка. Но посмотрим. Опять же таки. Кто захотел, конечно, зафиксировался по 24-25 долларов. Кто захотел. Но, в принципе, я думаю, у вас будет возможность зафиксироваться еще раз. Но я все-таки подожду, перебивая еще 25.5 долларов. Ну, а там уже поступайте, как считаете нужным. Лично я буду смотреть еще, что... Ну, вижу потенциал в линке еще, скажем так. По доге. По доге. Ух, нифига себе. Тут по доге вчера сходили и сегодня. Я, кстати, не видел. Ну, я видел вот этот рост, да. Здесь мы сходили, по-моему, на... А, получается... Ого. Здесь мы сходили на... На ТАИ. Не, на 4. Даже почти на 5 иксово. Здесь мы сходили даже... Ого. В 10 раз она выросла. Офигеть. Забавно. Ну, то есть, я как и говорил, либо мы улетим на стопах шартистов, либо провалят вниз. Поэтому тут было два варианта. Ну, и, соответственно, здесь слили 102 миллиарда монет. В 10 раз выросла. Поздравляю всех тех, кто заработал. Я скинул эту монету еще, по-моему, когда она здесь выросла, либо здесь. Я не помню. По-моему, здесь вот она подросла. Я ее скинул. Заработал, ну, сущие копейки. Поэтому, потому что у меня... В ней там было... Я не помню. Ну, небольшая сумма какая-то. Поэтому, в принципе, поздравляю всех тех, кто заработал. Те, кто поверил в эту монету. Ну, в принципе, я не ожидал роста. Ну, тем более, такого сильного. По кардану. Ну, по кардану 39 копеек пока не перебили. Говорить не о чем. По XLM. По XLM, кстати... О, по XLM пошел рост. Здесь мы отросли уже на 60%. Поздравляю всех тех, кто закупался. В принципе, как вы видите, здесь мы сходили наверх. Да, сходили здесь, получается, на 65%. Если брать по максимуму. Но если здесь, то получается у нас 30... Ну, то есть 30-40%, как минимум, вы взяли. Здесь нас откупили по 23. Пытаемся устоять выше отметки 32. 32 копеек. Ну, посмотрим. Чтобы в дальнейшем, если на месячном и на недельном. Ну, пока что... Пока что пытаемся закрепиться выше. Да, 32 копеек. Посмотрим. Ну, мы уже закрепились. Ну, скажем так, выдержать этот уровень стараемся. По NEO. По NEO. Но пока что тоже ничего. 25 долларов не перебили. Пока по Qtom. По Qtom тоже был рост. Здесь был рост порядка 20%. 22 может даже. Ну, пока 3-4 доллара, видите, вверхность не пускают. Здесь цену загнали вниз. Максимальные отметки здесь были по 3-7. Ну, пока я бы еще подождал бы. Посмотрел бы, что будет дальше. Ну, на самом деле, надо перехать здесь. Ждать 4 долларов. Но, опять же таки, не факт, что он будет. Если хотите, конечно, можете скинуть. Но я бы еще подержал бы. Ну, а там уже смотрите на ваше усмотрение. Да, такая тавтология получилась. Ну, ладно. SXP. По SXP, как вы видите, пошла тут коррекция. После того, как мы с текущих значений отросли там на 100%. Я все-таки еще подождал бы выхода из канала за 1,4 доллара. Ну, а там уже ваше право. Хотите фиксироваться. Ну, захотели, если зафиксировались 2 дня назад. Либо там вчера. Либо сегодня. То ваше право. Но я еще буду дальше держать. Потому что я не видел, чтобы был слишком большой рост по этой монетке. Поэтому я еще посмотрю. Тут откат небольшой к вот этому росту, понятное дело. Тут рост был порядка 60-65, может даже 70%. Ну, я бы еще посмотрел бы. Так, что у нас еще? Монетка Аудио. Кто закупался? Ну, в принципе, монету опять загнали вниз. Ну, надо ждать, понимаете. Это же инвестиции. То есть, когда ее пропампят, еще непонятно. И пропампят ли вообще. То есть, это тем более высокоисковые инвестиции. Надо ожидать, надо ждать. Так, ну, вроде бы, вроде бы все монетки посмотрел. Ну, давайте еще Биткоин Кэш. Я помню Биткоин Кэш. Ну, пока 440 долларов не перебил. Наблюдаем далее по ZCash. По ZCash, как вы видите, сходили мы хоть и наверх до, там, практически 90 долларов. Тут на 15%. Ну, здесь у нас 86 долларов отстаиваемся. Видно, что откупают вниз, пока не ведутся. Ну, по 82 откупили. Ну, 90 долларов пока не перебили. Видно, не хотят на данном этапе пока перебивать данную отметку. Ну, будем дальше наблюдать. Будем дальше смотреть за рынком криптовалют. В принципе, что у нас еще по Бенду? По Бенду я еще жду перехая здесь 11.4. По XVS, кстати, поздравляю всех тех, кто заработал. Ну, в принципе, то, что я скинул там по 7.8, по-моему, это не ошибка. То есть, хоть мы и достигали здесь практически в 2 раза больше, да, можно было заработать. Ну, ничего страшного. То есть, я забрал свой кусок, и мне этого достаточно. Поэтому поздравляю тоже всех тех, кто заходил вместе со мной. Поэтому такие вот дела. По Заро Иксу еще тоже, по Заро Иксу рост здесь у нас был выше, получается, до 68 копеек. Сейчас посмотрим. Приблизительно я закупался по 37. Здесь было порядка 80%. Да, на 20% подупала монетка. Ну, посмотрим. Я буду ждать еще перехая, так как отката нет. Опять же таки, может она завалится вниз, я этого не отрицаю. Но я все-таки жду пампа приблизительного, как вот здесь. Хотя, ну, не отрицаю, что его может и не быть. Ну, посмотрим. То есть, пока что я не увидел, чтобы она с накопительного канала слишком там вышла. Поэтому такие вот дела по данным монеткам. Если есть какие-то пожелания по монетам, можете написать в комментах. Обязательно рассмотрю. Будем дальше наблюдать, будем дальше смотреть, что будет происходить по данным монеткам. Поэтому такие вот дела. Всем спасибо за внимание. И всем удачи и всем пока. В принципе, по биткоину пока 38 тысяч не перебили. Но я думаю, это лишь вопрос времени. Ну, и 42 тысячи тоже. Поэтому такие дела. Всем удачи. Поздравляю всех тех, кто заработал на Dogecoin. В 10 раз вырос. Офигеть, конечно. Не ожидал я такого роста прям в 10 раз. Ну, если даже здесь фиксануться сейчас, да. Кто закупал здесь, можно сколько? 5-6 иксов. В 5,5 можно было заработать. Ну, я, к сожалению, не зашел. Ну, бывает и такое. В принципе, такие вот дела. Поэтому поздравляю всех тех, кто заработал. Видно, что активно скидывают. Я так понимаю, она своих хаи перебила. Ну да. Здесь она вообще, гляньте, улетела. Офигеть. Улетела, получается, ну да. Очень, очень довольно-таки сильно. Забавно. То есть здесь она улетела на... Ну, где-то в 2 раза улетела, если посмотреть здесь. Да. То есть улетела довольно-таки неплохо. На 3000% за этот месяц. За Янвай. То есть вообще можно было заработать уйму денег. Ну, поздравляю всех тех, кто не заработал. Я, к сожалению, себя поздравить не могу. Ну, ничего страшного. Заработаем на чем-то другом. Поэтому такие вот дела. Да. Еще раз с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем удачи. Пишите в комментах свои вопросы, пожелания. И увидимся в следующих видосах. Счастливо.